Идея флешмоба возникла у саровчанки Светланы Львовой. Сначала она опробовала этот формат в семье. В проекте приняли участие дети. Для создания картины использовали подручные средства. Так, в картине Карла Брилова «Всадница» девочка стоит не на балконе, а за гладильной доской. Да это и не девочка вовсе. Нам нужна была маленькая девочка, а у нас есть только мальчики. Но всегда есть на что подкупить маленьких детей. То есть, нет, я им показываю, что вот смотри, вот такая картина. То есть, я им рассказываю историю. Это, в принципе, тоже интересно. Картины для флешмоба выбирали по доступности интерпретации в домашних условиях. Делали фрагмент Рафаэля Сикстинской Мадонны, там где два ангелочка, так как у меня близнецы маленькие. Вот пришел такой образ. По словам Светланы, делать это несложно. Так, процесс подготовки и съемки занимает у них 15-20 минут, из которых большая часть уходит на подбор одежды, нужных цветов. Сложности нет, было бы желание. Вот хочется именно какого-то креатива, потому что, чтобы достаточно бережно прикасаться к классике, скажем так, не оскорбить чувство искусствоведов. Проект очень быстро вышел за пределы семьи. Его подхватили подруги Светланы, от них она узнала, что есть флешмоб и зооизоляция. Так, Анна Мартынова примерила на себя образ танцовщицы с картины французского художника Анри Тулуза Латрека и осталась довольна результатом. Ну, потому что это очень весело, во-первых. Во-вторых, это возможность вспомнить о своих прошлых путешествиях. Дама с шиньоном Пабло Пикассо, который он написал в начале 20 века, получила новую жизнь в образе Ольги Еременко. Это такое приятное перевоплощение в образ, изображенный великим мастером. Присоединиться к флешмобу может каждый. Для этого нужно выбрать картину, перенести сюжет в домашние условия, повторив композицию и цветовое решение. Затем фото выложить в соцсети с хэштегами «Изоизоляция» и «Третьяковка в Сарове». Елена Грецкова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.